Дэвид Герберт Лоуренс. Один из ключевых английских писателей начала 20 века Секс — это бокал с коктейлем. И то, и другое как не смакуешь, а быстро кончается. И то, и другое одинаково возбуждает и пьянит. Всего лучше спиться, когда делишь постель с тем, кого любишь. Тепло, чувство защищенности и мира в душе, полнейший покой от того, что чувствуешь рядом родного человека, делает сон крепче, целительным для души тела. Если любишь мужчину, уступи, когда он уперся. Прав ли он, нет ли уступи? Это в супружеской жизни первое правило. Любовь, связи, всякие там увлечения, как мороженое. Лизнул раз, другой и все. С глаз долой из сердца вон. Отношение мужчины к женщине — это течение двух рек, одна вдоль другой. Временами они почти сливаются, а затем вновь расходятся и текут дальше. Это и есть секс. Личность самоутверждается в собственном безумии двумя способами — через деньги и через любовь. Либо женщина получает от жизни то, что ей положено, либо запоздало и сожаление об упущенном. Между двумя людьми, мужем и женой, должна быть любовь, и это самое главное, но это не ты и не он, а нечто третье, что вы оба должны создавать. Не стоит думать, что все должно быть по-твоему. Родить ребенка вообще и родить ребенка от мужчины, о котором тоскует плоть, далеко не одно и то же. Все тяжелые времена, сколько их ни было в истории, не смогли уничтожить ни весенних цветов, ни любви женщины. Женщина должна жить своей жизнью. Либо сожалеть о том, что она ею не жила. Останься у мужчины хоть капелька чести, неужели он возложит на женщину страшную ношу ответственность, за жизнь и оставит ее в пустоте, без опоры и поддержки. Мы расплачиваемся за строптивость одиночеством. Жизнь только тогда идеальна, когда разум и тело существуют в гармонии, в равновесии и взаимном уважении. Возможно, рай для душ умерших, находится в сердцах живых. Величайшей властью обладает тот, кто действует из-под воли, кто приспосабливается, а вовсе не тот, кто слепо нападает. В течение одной жизни человек проживает многие эпохи. Бесполезно пытаться встать в ряд, когда единственное, что ты хочешь сделать, разрушить этот ряд. Мне все равно, что есть там, на земле или на небе, за пределами этого места, где мы стоим, и меня не волнует, то что я здесь. Меня волнует, то что здесь ты. Я тысячу раз продал бы свою душу, но мне невыносима мысль, что тебя нет рядом. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же на руинах заново творим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди рытвины до преграды. Мы их либо обходим, либо с грехом пополам берем приступом. Но какие бы невзгоды ни обрушивались, жизнь идет своим чередом. Куда бы ты ни шел, если хочешь двигаться вперед, придется прокладывать себе путь. Любовь это направление, которое отрицает все остальные направления. Это свобода вдвоем. Счастливая душа это огромное достоинство. Без денег не проживешь, нужен достаток, чтобы жить, развиваться. Даже для того, чтоб беззаботно размышлять о том же достатке. На голодный желудок не поразмышляешь. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же на руинах заново тарим тропки к надежде. Если отдаешь себя мужчине всю, без остатка, значит чувство настоящее. Если душа твоя точно замкнутый сосуд, любая связь пуста и ничтожна. Вы расплачиваетесь за строптивость одиночеством, а оно озлобляет душу. Смириться с тем, что жизнь — это великая пустыня, значит подойти к самому краю бытия. С годами человек становится все более ненасытен, все более ощущает свою тленность. Только юность готова верить в бессмертие. Если у мужчины нет мозгов, он дурак, если нет сердца злодей, если нет желчи тряпка. Если же мужчина не способен взорваться, как туго натянутая пружина в нем нет мужского естества. Только в разговоре мы обмениваемся суждениями, а в постели — чувствами. Если жить разумом, логика неизбежно приведет к ненависти. Нужна взаимность, чтобы тебе шли навстречу. Все тяжелые времена, сколько их ни было в истории, не смогли уничтожить ни весенних цветов, ни любви женщины. Порой быть дураком не так уж глупо, если хочешь добиться своего. Современная женщина не в силах отключить разум, и бесконечные мысли хуже всяких пыток. Все мужчины — дети, когда их раскусишь до основания. Постепенно, мало-помалу люди, живя вместе, начинают сочетаться друг с другом, как инструменты, звучащие в унисон. Чего глаз не видит, о том душа не болит, того просто не существует. Знание — это величайший дар жизни. Если ты обладаешь знанием, значит ты счастлив, ты свободен. Куда бы ты ни шел, если хочешь двигаться вперед, придется прокладывать себе путь. Смерть, которая есть безграничное пространство, нам никогда не удастся запятнать. Те, кто умирают, и в смерти продолжают любить, продолжают верить, не превратятся в тлен. Они остаются жить в тех, кого они любили. Ад, и небеса есть чаши весов жизни, которые мерно качаются друг против друга. Госпожа удачи ни дать ни взять. Сука, за которой тысячи кобелей гонится, вывалив языки, задыхаясь. Кто догонит, тот среди кобелей король. Дэвид Герберт Лоуренс. Цитаты и афоризмы Напишите пожалуйста в комментарии какая из цитат, вам больше всего понравилась. Пожалуйста не забудьте поставить лайк, и подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok